Запрещенные фотографии, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи Лондонский фотограф Майл Хуневич съездил в Северную Корею и, конечно же, сделал много фотографий. Правда, согласно местным законам, большинство из них считаются запрещенными. Именно поэтому эти снимки крайне интересны. Ведь мы можем узнать чуточку больше об одной из самых загадочных стран в мире. Фотографа предупредили, что его арестуют, если найдут при нем подобные снимки. Даже назначенный гид говорил ему, что не стоит так много фотографировать. Тем не менее, Майкл Хуневич сумел с большим трудом вывести редчайшие кадры из Северной Кореи. В стране вы сможете путешествовать только по определенному правительственному маршруту в компании гида, который обязательно должен разговаривать на вашем языке. Также с вами будет присутствовать человек, который будет открыто следить за вами все время. Самостоятельное передвижение по городу строго запрещено. В Пхеньяне можно повсюду видеть военных, олицетворяющих власть. Военная служба является обязательной в Северной Корее и длится пять лет в армии или четыре года в военно-морском флоте. Разница между Северной Кореей слева и Китаем ошеломляет. Ну а особенно эта разница заметна ночью. Во время поездки в Северную Корею вам придется заполнить кучу таких бланков. Вот это первая фотография, которую Майкл Хуневич сделал в Северной Корее. Фотографировать из этого поезда, естественно, запрещено. Повсюду мрак и пустота. По данным разведки, в стране регулярно проходят публичные казни, что среди населения уже считается нормой. Корейцы могут путешествовать только в пределах страны, получив специальное разрешение. А вот еще корейские солдаты. Здесь и не повсюду. А это фото прибытия в Пхеньян. Фотографу даже показалось, что одетые с изысканностью путешественники оказались там не случайно. В тот день по расписанию больше не было поездов, только тот, на котором он приехал. В группе прибывших в столицу были назначены несколько гидов, которые следили буквально за каждым шагом путешественников. Даже говорили, во сколько ложиться спать и вставать утром. Тотальный контроль. А вот так выглядит брутальная архитектура столицы Северной Кореи. Вид из гостиницы Янгакто, второго по высоте небоскреба Пхеньяна, не так уж плохо. В лифте отеля нет кнопки с пятым этажом, до него можно добраться только по лестнице. Любое общение туристов с местными всячески пересекается. Майкл Хуневич рассказал, что официантки в ресторане были немного напуганы при виде их группы. Это площадь имени Ким Ирсена, самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна. Была открыта в 1954 году. Вот эту площадь как раз можно фотографировать. Даже нужно. После смерти Ким Ирсен был объявлен вечным президентом, а его наследники – просто управляющие страной. А летоисчисление здесь происходит по календарю Чучхе, в котором первым годом мира является день рождения Ким Ирсена. Право жить в столице считается привилегией. Жители Пхеньяна носят специальные значки, которые невозможно купить. Можно лишь получить. Делать фотографии памятников можно только в полный рост. Хуневич тут бунтует вовсю. Магазин для местных жителей. Его тоже фотографировать запрещено. Гид, приставленный к группе туристов, где был фотограф, тут же увел Майкла Хуневича, как только заметил его в магазине. А вот такие сувениры можно купить в Северной Корее. В городе практически нет машин. Гиды забрали паспорта у фотографа и всей группы. Как они объяснили, на тот случай, если вдруг туристы попадут в ДТП. Интересный факт, что если кто-то из-за рубежа подарит своему родственнику автомобиль, то точно такой же он должен отдать государству. Это корейские рабочие. Не сильно-то они отличаются от военных. Город какой-то неестественно чистый, но потом фотограф увидел это. Социалистические фрески. Северная Корея занимает второе место снизу в индексе свободы прессы. С таким видом люди едут на работу. А на этом у нас всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии.